1 апреля весь мир отметит Международный День Птиц. Все о защите пернатых в нашей стране знают наши гости. Из Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Виталий Коренчук. Доброе утро, Виталий. Из Минского городского комитета природных ресурсов, заместитель председателя Татьяна Дубик. Доброе утро, Татьяна. Из общественной организации Ахова Птушек Батьковшины, директор Александр Венчевский. Я бы сказала, наш постоянный гость Александр Венчевский. Просто он всегда приходит с птичками иногда. Вот сегодня тоже пришел с птичкой, но просто поющей птичкой. Доброе утро и скажите, пожалуйста, вот Беларусь реализует международные договоры, касающиеся вопросов охраны птиц. Вот какие обязательства взяла на себя наша страна, подписав эти самые документы? Вы знаете, что не секрет, птицам не нужна шенгенская виза, чтобы пересекать границы. И для того, чтобы повысить эффективность охраны птиц, нужно взаимодействовать с другими государствами. Вот для этого Республика Беларусь подписала еще в 1999 году конвенцию о водноболотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, для сохранения водоплавающих птиц. Это был первый наш шаг. Тогда и главную роль в этом играют особо охраненные природные территории, которые мы объявляем, там, заказники, национальные парки, заповедник наш. Так вот, у нас уже на тот момент было, по сути дела, 26 заказников, на территории которых мы сохраняли места обитания водоплавающих птиц. Следующим шагом мы присоединились к конвенции о сохранении мигрирующих видов птиц в 2003 год. Следующий шаг мы – соглашение афро-азиатское по сохранению тоже водоплавающих. И, наконец, Бернская конвенция. По сути дела, все эти конвенции ставят задачу, чтобы каждое государство прилагало усилия по возможности, и там, где это целесообразно, сохранять и места концентрации птиц, места их обитания, места кормежки и так далее, и так далее. То есть, по сути дела, вот эти действия мы и предпринимаем. И на сегодняшний день я могу с уверенностью сказать, что результаты у нас есть положительные, и птицы у нас находятся под охраной. Я поняла, это история о том, что наши птицы должны жить так же прекрасно, как все другие птицы в мире, но еще лучше. А что говорит белорусский закон о защите пернатых, насколько жестко он регулируется? Да, понятно. Вы знаете, что как только при соединении международных договоров, мы, конечно, вот мы говорим об обязательствах, мы сразу пересмотрели и закон о животном мире, мы пересмотрели правила отлова содержания птиц неволи, потому что это большое дело, когда люди граждане незаконно изымают и так далее, и так далее. То есть, по сути дела, мы уже сточили требования и в кодексе об административных правонарушениях. Все это у нас урегулировано. Вопросы, отношения, скажем, правовые отношения граждан с дикими птицами. Поэтому здесь и в этом еще у нас... Татьяна, хочу вам задать вопрос. Какие проблемы сегодня вообще актуальны для Министерства природных ресурсов и для защиты птиц? В общем, проблемы существуют всегда, да, как и Министерство, но все-таки и птицы в том числе. В частности, Минский городской комитет, как он? Современный мир, все меняется. Вот это как-то у вас очевидно? Ну, я скажу так, что проблемы, конечно же, всегда есть, но неразрешимых проблем не бывает. Поэтому сегодня и в рамках действующего законодательства принимаются все возможные нормы законодательства, которые бы позволили благоприятной среде обитания наших гордатых птиц. Ну вот, Александр, человек, который максимально близко, вот это, скажем так, первая уже, первейшая линия обороны, что там происходит? Действительно ли нужно принимать какие-то законы у нас в Беларуси касательно, наверное, не только даже пернатых, но вообще животного мира? Действительно ли так остро проблема стоит? Видите, Виталий Маратович, как бы, вот он объяснил, почему мы сохраняем. Если каждая страна будет сохранять птицы на своей территории, они же мигрируют, да? Тогда мы сможем сохранить популяции и виды. Потому что если хоть хотя бы одна страна не будет до конца, как бы, ответственно относиться, то птиц, у птиц национальности нет. Не можно сказать, что это российские птицы, там, или белорусские птицы. И каждый за свой участок. Несмотря на то, что они гнездятся там, потому что туда, где они прилетают, в Голландии, их истребят, то они исчезнут везде. И единственная, вот, как бы, ложка дегтя, вот, в ту бочку меду, которая у нас была сделана, это, пожалуй, Беларусь, это весенняя охота, к сожалению. Потому что Беларусь остается, ну, в Европе страна, где самый большой период весенней охоты. В России немножко есть, там, в Мальте есть, в остальных странах Европа запрещена. И, к сожалению, я думаю, что мы будем стремиться к тому, чтобы у нас эту охоту ограничить, чтобы экономическое положение позволяло нам все-таки и весной птиц не истреблять, а дать им размножиться. Но пока вот экономические условия не позволяют нам этого сделать. А какие мероприятия будут проводиться к Международному дню птиц? Можете передать птицу мне рассматривать? Вы мне открыли тайну. Я знаю, что вы всегда приходите с сюрпризом. И вот Александр не может перейти с сюрпризом. Мне хотелось, уважаемые телезрители, в тот момент, когда все так сложно в мире, чтобы вы просто услышали пение птиц, и, возможно, на душе у вас станет лучше. Мероприятия какие к Международному дню птиц будут? Наше минское отделение в воскресенье, 1 апреля, как раз в 12 часов, на коммунистической 34А, где готовят акцию, где будут всежелающие минчане. Это в Осмоловке как раз будут делать синичники. Там будут готовые наборы. Маленькие такие. Да, маленькие, с небольшими отверстиями, для больших и синиц, для возоревок. Вот городской комитет тоже, знаю, готовит акцию. Что это будет? Значит, городским комитетом совместно с комитетом по образованию Мингородсполкома, Минским эколого-туристическим центром, в рамках долгосрочного образовательного проекта «Экология и дети» был проведен конкурс «Мудрый филин-2018» под девизом «Птицы. Наследие Беларуси». То есть в рамках этого конкурса были изготовлены учащимися искусственные гнездовья для птиц, которые в последующем использованы для проведения такой экологической акции «Город птиц», которая будет организована в серебряном логе нашей столицы. Это одно такое уникальное место, где достаточно много можно встретить, скажем так, флоры и фауны интересны, и даже есть там обитатели, которые занесены в Красную книгу. Также там будут установлены информационные стенды, где можно будет почитать информацию о пернатых обитателям. В общем, вся образовательная программа готова. Спасибо огромное за беседу. Мне хочется еще раз вас представить о защите пернатых в преддверии Международного дня птиц. Нам рассказали консультанты Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Виталий Коренчук, заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов Татьяна Дубик и директор общественной организации «Ахова птушек Батьковшины» Александр Винчевский. Ну а мы... Вот какая птица это поедет. Это щегол. Молодец. Вот что значит наша работа дает образование во всем. Спасибо, Александр. Вы знаете, эта птица сказала, я знаю язык птиц, в переводе, что если вы будете любить друг друга, все будет хорошо. Продолжение следует...